9 апреля 2020 года уроженец Архангельской области Иван Вагна впервые отправился в космос. Успешный старт ракеты-носителя состоялся на космодроме Байконур. Союз МС-16 стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете Союз-21А с российской системой управления. Ранее пуски осуществлялись на Союзе ФГ с украинской системой управления. Кроме Ивана Вагнера в состав основного экипажа вошли космонавт Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Иван Вагнер родился 10 июля 1985 года в городе Северонежске Архангельской области. О полетах в космос Иван начал мечтать еще в старших классах школы, и поэтому он решил связать свою жизнь с космической отраслью. Поступил в Балтийский государственный технический университет имени Дмитрия Устинова в ЭНМЕХ в Санкт-Петербурге на кафедру ракетостроения. В институте уже сформировалась цель попасть в отряд космонавтов. С этого момента Иван начал потихонечку двигаться к этой цели. С ноября 2008 года уроженец Архангельской области работал в Королеве инженером, а в феврале 2009 года Вагнер был назначен помощником руководителя полетами российского сегмента МКС. На данный момент покорение космоса человеком продолжается. Регулярно совершаются полеты, на орбите Земли действует Международная космическая станция. Ученые даже планируют полеты на соседние с Землей планеты, например на Марс. Возможно в будущем мы увидим первого человека на Марсе. Россия первой в мире отправила на Международную космическую станцию режиссера и актрису. Им предстояло снять на орбите полнометражный художественный фильм, чего никто никогда еще не делал. Работа над фильмом началась в 2021 году. Чтобы получить максимально достоверную картину, вызов частично снимали в космосе, а частично в студийных условиях. Первым делом был отснят весь космический блок. 5 октября актриса Юрия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отбыли на МКС на борту корабля «Союз МС-19», который стартовал с космодрома Байконур. Вся работа на борту МКС заняла ровно 12 суток. За это время Клим Шипенко оценал материал общей длительностью около 30 часов. По его словам, он сделал даже больше, чем планировал. Наземная часть снималась уже в условиях обычного рабочего павильона, специально возведенного под проект Шипенко, а также на территории Байконура, куда команда снова вернулась, чтобы создать финальные кадры картин. На Земле создателям вызова удалось уложиться в 5 месяцев. Они начали работу в июне 2022 года, а завершили к концу октября. Космонавтика нужна науке. Она – грандиозный и могучий инструмент изучения Вселенной, Земли, самого человека. Наши достижения в космосе получат дальнейшее развитие в новых идеях. Космонавтика жизненно необходима всему человечеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok